День Бла-бла-бла День Бла-бла-бла День Бла-бла-бла День Бла-бла-бла-бла День Бла-бла-бла-бла-бла В основном мы будем проговаривать про системы панорамных крыш, люки, также уплотнительные резинки на автомобилях, ну и то, что связано с электропроводкой подкапотного пространства, какие влечет за собой последствия попадения воды в машину, а также как от этого можно избавиться и как это можно избежать. На данном автомобиле сейчас мы сдвинули с вами люк вбок. Следовательно, вы можете обратить внимание, что в данной ситуации здесь сейчас не установлена уплотнительная резинка, а она должна здесь быть. Для чего это нужно? Уплотнительная резинка после того, как люк приподнимается и защелкивается в крыше, должна держать воду. Кроме всего прочего, эта резинка дает герметичность этому соединению, и, следовательно, вода через крышу никак не может попасть в воду. Обязательно должны находиться где-то дренажные отверстия. Дренажные отверстия могут находиться как спереди, так и сзади. То есть конструкция автомобиля предполагает и такое расположение дренажных отверстий. Внутри дренажных отверстий проходят дальше трубки, и они идут вниз, и в районе крыльев либо передних, либо задних вода отсюда начинает стекать. Если дренажные отверстия забиты, вода будет скапливаться в пространстве между крышей и люком, и, следовательно, после ее переполнения будет вытекать внутрь салона. В случае попадания воды в багажное отделение. Какие причины? Что может быть? Значит, во-первых, по всему периметру багажного отделения идет уплотнительная резинка. Вот она. Вот. Очень часто на старых автомобилях владельцы пренебрегают заменой этих уплотнительных резинок, вследствие чего резинка со временем начинает просаживаться. И где-то принимает вот такую форму. То есть она просто прижатая. Следовательно, при встречном потоке воздуха и воды, вода начинает со стекла скатываться вниз, идет, 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 и там, где она видит, что резинка прожата, попадает внутрь багажника. Как правило, у автомобиля тогда заливает вот эти ниши, правую, левую, и, следовательно, там внутри скапливается вода. В случае сильного дождя и быстрого движения может быть такая ситуация, что вода просачивается через уплотнительные резинки двери, а также уплотнительные резинки внутри салона. На каких-то автомобилях эта проблема решается путем просто замены уплотнительных резинок. Но если на машине было ДТП, либо какое-то повреждение кузовных деталей, очень часто водяцы пренебрегают банальным выставлением зазоров. Следовательно, дверь может просто неплотно прилегать к автомобилю в каком-то определенном месте. То есть вот, как, к примеру, сейчас здесь. Здесь резинка топорщится, здесь резинка уже защелкнулась. Следовательно, в данной ситуации необходимо произвести регулировку кузовной детали, и после этого проблема с протечками также уйдет. Теперь поговорим немножко про подкапотное пространство автомобиля, что здесь может происходить в случае попадания воды. Значит, в основном вода в подкапотное пространство попадает, естественно, через решетку радиатора, прямиком на радиатор и на элементы спереди двигателя, но здесь, как правило, ничего не происходит. То есть это абсолютно нормально, производитель это закладывает. Если на машине не установлены брызговики, вот, как в данной ситуации, здесь брызговиков сейчас нет. Если не установлены брызговики, и крылья, и арки имеют открытое положение, то есть, ну, там есть какие-то технологические отверстики, то, следовательно, при вращении колес в воде, все это дело будет абсолютно полностью разбрасываться вот по этим частям. То есть здесь и здесь. Вот. В данной ситуации тип крыла у нас закрытый, и тип арки у нас закрытый, поэтому такой проблемы здесь, в данной ситуации, быть не может. Ну, просто имейте в виду. Дополнительно, хотя бы проговорить обязательно про такое понятие, как водослив, и его у нас проще называют жабо. Вот. Собственно, вот это жабо. С лобового стекла сюда стекает вода. Вода стекает сюда, дальше вот здесь вот есть сам слив, и, следовательно, таким образом вода не должна попадать дальше в подкапотное пространство. Если жабо треснуло, если резинка уплотнительно хорошо не прилегает и так далее, то вода начинает попадать непосредственно на электрические схемы и блоки, которые здесь есть. То есть, вот, к примеру, там, предохранитель. Следовательно, чтобы такого не происходило, если у вас вдруг есть проблема с жабо, вот с этой частью пластмассовой, обязательно поменяйте его и замените там же резинку. Стоит отметить, что это была лишь первая часть с советами от Данила. Ждите завтра вторую часть, ведь там еще интереснее. Да, как сказал наш замечательный корреспондент, это были, кстати, очень полезные советы, да, особенно вторую часть. Да, точно, получил важную информацию. Да, да, очень получил. Я надеюсь, что завтра будет вторая половина этого сюжета, так что смотрите завтра. Вообще будем рассказывать, да, как ухаживать за машиной и предотвращать какие-то неприятности. Ну вот, а нас уже дожидается наш гость, и мы готовы его встречать. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр, инфекционист Лязат Яралиева. Пойдем встречать нашим гостям. Пойдем, пойдем с удовольствием. Вау, какую музыку вам включили. Доброе утро, доброе утро. Добро пожаловать. Да, раджа. Ты знаешь, я подумал, что к нам пришел доцент. Я профессор. Это профессор уже. О, профессор, как замечательно. Слушайте, ну вот сейчас весна. Она у нас такая странная немного, да, дождливая. Авитаминоз был, мы вот зиму пережили, да, наверное, ослаблен каким-то обранным организм. И вот сейчас какие-то особые инфекционные заболевания, они свойственны для весны? Вот сейчас что у нас происходит? Вот там корька или коклюш, вот это что? Ну, весенний авитаминоз – это обычное состояние, которое может встречаться у людей, потому что на самом деле организм ослаб. Уже после зимы с зимой мы болели различными простудными заболеваниями. И потом овощи и фрукты сейчас не содержат того количества витаминов, которые необходимы. Они все искусственно выращены. Поэтому, конечно, организм ослабляется, и человек заболевает обычными простудными инфекциями. Здесь ничего такого особенного нет. Единственное, что в этом году, конечно, из-за того, что охват иммунизации у нас упал в Республике Казахстан, ну, это тенденция по всему миру наблюдается, у нас наблюдался рост воздушно-капельных инфекций. Это коклюш и корень. Да, да, да. Но при этом и грипп, и другие вирусные инфекции, они также встречаются. Их тоже никто не отменял. Их никто не отменял. Да, скажите, пожалуйста, Лиза, вот по поводу аллергии, есть ли какие-то данные? Сколько людей, не сколько людей, какое большое количество людей, с так называемой аллергии от еды или от растений? Ну, весенний поленос, это вот состояние, когда наблюдается именно сезонная аллергия, она как раз сейчас и наступает. То есть с апреля, мая и до конца лета, особенно для алматинцев, это очень актуально. Потому что идёт цветение, цветение деревьев, кустарников, трав, сорных трав у нас. Полынь тут произрастает. Да, это вообще, это бич в августе. А вот то, что когда дождливая погода, это какое-то немного облегчение, да, для аллергии? На самом деле, да, облегчение, потому что пыльца прибивается, а пыльца именно вызывает у нас аллергию, и человек лучше дышит. Лиза, скажите, пожалуйста, вот от чего всё-таки произошло? Я вот помню, когда вот мы с Гульнарой снимались в сериале «Перекрёсток», вот тогда у меня начались первые симптомы аллергии. Честно говоря, тогда ещё никто не знал про аллергию совершенно. Я думал, что я простыл, проходит три недели, а у меня идёт, и здесь залезнос течёт, течёт, потом выяснил, что это аллергия. Я ещё помню, к людям подходил, они говорят, что у тебя, я говорю, да у меня аллергия. Ой, 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 аллергия. С чем это связано, что за столько лет аллергии прям повсеместно стали болеть? От чего это произошло? Это экология или что это вообще? Ну, во-первых, у нас, если говорить про Алмату, нарушены правила застройки, потому что на самом деле раньше, да, проветривалось, город проветривался, и всё это выдувалось, а сейчас из-за того, что дома строятся, я не знаю, каким образом, нарушены вот эти вот воздушные потоки, которые вымывают эту пыльцу, если, например, идёт ветер, и идёт он с гор, то тогда, конечно, наступают как раз эти приступы. А может ли вот аллергия всё-таки так вот усилиться из-за продуктов вообще, из-за холодового питания? Сейчас же как-то сказать, что не те продукты, которые были там 30, 40, 50 лет. Ну да, есть пищевая аллергия, есть на пыльцу, они же разные. Это разные виды аллергия, есть пищевая аллергия, есть сезонная аллергия. И если говорить про сезонную аллергию, вот если вы, например, не лечились в первый эпизод, пропустили первый эпизод, второй эпизод, то у вас идёт накопление аллергенов, и в дальнейшем это может перерасти в какое-то аллергическое заболевание. А лечить, как аллергию лечить? Почему? Сейчас очень хорошие есть методики и протоколы, международные протоколы, благодаря которым происходит... Самое главное определить на что, да, я насколько понимаю? Определить на что и самое главное уже знать, что если, например, сухая ветреная погода, то лучше не выходить на улицу и пользоваться дома очистителем воздуха. Очиститель воздуха сейчас есть, да, то есть многие путают увлажнитель и очиститель. А, ну да, очиститель он что представляет из себя? То же самое, что и увлажнитель, да? Да, практически, да, но он очищает воздух. То есть мы же проветриваем комнату, то лучше не проветривать, закрыть в этом случае окна и поставить очиститель воздуха. А, ну, кстати, я смотрел в одной из передач, что очистители воздуха, они напоминают немножко кондиционеры, да, что такое, у них тоже, да, но там никакой механики нет, просто чисто очищают воздух. И потом сейчас есть специальные препараты, которые брызгаешь нос, допустим, перед выходом на улицу, и они образуют такую плёночку в носовой полости, и аллерген не оседает. А почему вот, собственно, вот по опыту люди говорят, что очень трудно выявить пищевую, например, аллергию? На что именно? На самом деле очень сложно. Если вы сейчас пойдёте сдавать тест на аллергии... Да, нам на миллион всяких показателей. Да, очень много. У вас практически выявится ко всем, потому что человек, чем старше, тем он больше уже накопил аллергенов. Да, и ещё, мне кажется, потому что падение иммунитета происходит, видимо, да? Ну, сложно сказать. Нет, иммунитет, слава богу, все хорошие, иначе бы мы умирали, как неандертальцы, да? Не дожив и 14-15 лет. У иммунитета все хорошие. Просто необходимо вести здоровый образ жизни и вовремя профилактировать. Ну вот, Лиза, тут... О, профилактировать. Вот какие методы профилактики? Да, да, скажите, пожалуйста. Расскажите. Это очень важно. Предупредить болезнь. Ну, во-первых, это, конечно, достаточно сон. Сон, да. Сейчас, как правило, люди... С ритм жизни сменился, все ложатся позже 12. Но всем студентам в медуниверситетах преподают, и это классика, что с 10 до 12 ночи, с 22.00 начинают вырабатываться полезные гормоны, которые необходимы, допустим, если человек хочет похудеть, но будет ложиться после 12, что бы он ни делал, он не сможет похудеть, потому что гормоны вырабатываются именно в этот промежуток времени. Потом полезные гормоны для роста, для кожи, для красоты. То есть называют часы красоты, допустим, и часы иммунитета. А вот когда, скажите, Лиза, начинает появляться весенний авитаминоз, так скажем? Вот мы сидим, это авитаминоз, кожа сухая, это авитаминоз. А когда он появляется? В феврале, в марте, в апреле? А витаминоз, он уже появляется в марте. В марте. В марте, да. Но это также зависит от того, насколько вы правильно питаетесь. Правильное питание – это очень важно, потому что необходимо регулярное питание. Многие люди садятся на диету и тем самым ускоряют авитаминоз. Питание должно содержать обязательно рыбу, мясо и кисломолочные продукты. А, понятно. Белок, да, в общем? Белок. В основном, да. Скажите, Лиза, ты, Гульника, хочешь за вопрос? Нет, нет, давай. Скажите, я опять же про свой собственный опыт. Нет ничего лучшего, чем собственный опыт, да? Да. Вот вы говорите по поводу иммунитета. Иммунитет не страдает. А вот, опять же, про себя говорю. И, к сожалению, это вот прям вот больное просто для меня, потому что это вот портит мою половину жизни уже. Аллергии, потом перешедшие в легочные заболевания. Вот, смотрите, я всю жизнь загорал. Сгорал. Тогда еще на Копчегае, когда мы все ездили, там жарище же страшное, да? Сгорал прям до черноты. Витамин Д ты просто жрал. Да, да, я его жрал. Ничего не было совершенно. Теперь, лет 10 назад, я тоже как бы ездил в другие страны, нормально все было. 10 лет назад, вдруг, я просыпаюсь ночью после очередного загара, и у меня текает сильнейшее лицо. Я прошло это, 3-4 дня пришлось съездить в отель, прикладывать там холодные банки, и потом это пошло. И укол супрастины, я опытный в этом отношении. Я думал, что это разовое. На следующий год я опять поехал, опять. И теперь у меня все, тут 10 лет, я не могу уже выходить на солнце без зонта. У меня лезет, вот у меня, а этого раньше не было. Это фотодерматит у вас на солнце. От чего он произошел? От падения иммунитета? Перенасыщение было, видимо, солнцем, да. Один раз произошло, и все. Да, более того, вы, наверное, купались в соленом море? Ну, конечно, да. У вас смесь идет, когда на коже седают частички соли, плюс еще солнце, вот и развивается фотодерматит. Нет, ну, дело в том, что я же был до этого там... И теперь, я теперь не могу спокойненько уже, так, все, на солнце, 15 минут лицо на солнце, прямыми лучами, у меня начинает отекать лицо. И не стоит, солнце уже доказано, что это вредный, и загар очень вреден. Нет, понятно, ну, у людей же как бы такого нет. Это сейчас все знают, но раньше нам об этом, да, конечно, не говорили. А теперь я не могу даже на солнце посмотреть, понимаете? Ну, вот теперь что ему делать? Солнцезащитные крема, я так думаю, и закрываться по возможности от солнца, ну, носить... И выбирать моря, которые не столько соленые, как средиземное море. Нет, вы знаете, понимаете, опять я завтра говорю, я тут недавно был на природе, была такая малосолнечная погода, и мне пришлось где-то вот поднимать лицо на солнце, там по работе нужно было... Съемки, наверное. Да, и к вечеру у меня началась аллергия на солнце. Солнцезащитные крема с высоким содержанием СПФ. Так это чего все-таки происходит? У вас накопилось вот это вот... А теперь от него не избавиться, все уже нет? Да, все, все уже. Он пожизненно остался, да? Все, конечно. Вот это да. А скажите, вот мы сейчас с Жаном тоже обсуждали, сегодня какой-то повальный... бронхит, да? Очень многие кашлят, и долго не проходит кашель. Это что за форма аллергии? Или это инфекция? У многих моих знакомых, которые никогда не задали легочными заболеваниями... И бронхит передается воздушно-капельным путем? Бронхит может передаваться воздушно-капельным, если вызывается вирус. Но я так думаю, что, скорее всего, у ваших знакомых это коклюш, потому что сейчас идет вспышка коклюша именно не только среди детей, а именно среди взрослых. И человек может длительно кашлять. До четырех месяцев я слышал, да? Да, двух-трех месяцев точно. А лечить его как? Ну, во-первых, это, конечно же, профилактика. Опять же, да? Да, опять же, да, у нас есть, слава богу, очень хорошие вакцины в нашем календаре вакцинации. Европейские вакцины. А, делать прививки. Вовремя, да, вакцинироваться, да, следить за своим статусом. И если уже наступает кашель, то не запускать ни в коем случае. То есть человек ходит, кашляет, думает, сейчас через 7 дней пройдет, через 10 дней пройдет, а все, уже процесс спускается в нижние отделы легких, легочных путей, и все. И заболевание запущено. Да, и вот этот человек тоже ко мне звонил по телефону, голос такой, прямо вот такой начинает. Сейчас. Скажите, вот как клюш, да, или как клюш? Как клюш. Как клюш и кори, это же считается детскими заболеваниями. Но сейчас все чаще болеют взрослые. Они считаются детскими заболеваниями, но среди взрослых тоже встречались. Просто, видите, упал именно иммунный статус. А, иммунный статус. Потом очень много, у нас активная миграция, туризм разве, да, и к нам приезжают люди, которые абсолютно не вакцинированы, и завозят эту инфекцию к нам. А есть контингент людей, которым, ну, например, беременные женщины не вакцинированы. Или люди, которым не полагается вакцинация в силу здоровья. Вот, и таким образом происходит распространение. Вот точно, почему мы удивляемся, почему очень много стало болезнений. Действительно, раньше Советский Союз был закрытый государство. Ну, как бы так мало выезжать в Россию. И поэтому и болезни не было. Грипп только был, и все там. Скорее всего, да. А потом пошли эти все, возможно. Ну, в настоящее время мы можем привиться от всех инфекций. К счастью, все это есть. Если хотите поехать в Африку, вы можете привиться от желтой лихорадки, лихорадки дэнги. То есть хотите поехать в Индию, вы тоже можете привиться от всего, что угодно. Но мы там были. У нас совершенно безграмотность в этом плане, да, в прививочном. Люди почему-то предвзяты относятся к этому. К чему? К прививкам, вакцинации. Да, не все. Надо поднимать культурный уровень, конечно, населения сейчас. У нас больше верят в народные методы лечения, но почему-то уходят от традиционных, хотя традиционные... Ну, ведь это не зря, потому что же, вот говорят же, там вот как одна бабка сказала, да, одна тетка сказала, а вот там ребенку сделали вакцину, а вот он заболел. Но есть такие случаи, очень редкие, когда встречаешься. И вот из этого идут выводы полностью. Практически не встречается. Если раньше в Советском Союзе, может быть, встречались, потому что это были вакцины плохо очищенные, производство еще тогда, технологии не были развиты, то сейчас они высоко очищены. И мы, наоборот, прививаем детей, допустим, и взрослых с ВИЧ-инфекцией, детей с пороками сердца, которые, наоборот, показаны, и ничего не случается. А прививка от аллергии вообще существует? Да, к сожалению, нет. Есть не прививка, а есть лечение, но это гормональное лечение, к сожалению, да. Не безобидное все. Да. Ну почему не безобидное? Ну, гормональное... Ко мне столько гормонов, мне гексаметазон и перезон все капают, и как бы столько уже 20 лет, и как-то и не толстый, по-моему. У вас уже привыкание, наверное. Наверное, наверное. Так лучше привыкать к гормонам, да, чтобы не бояться. Ну, судя по тому, что вы так весело и позитивно нам все это рассказали, друзья мои, ничего не надо бояться, нужно идти к врачу, да, делать прививки и настраиваться на здоровье. На позитивный лад. На позитивный лад, и все будет отлично. Спасибо. Спасибо. С нами была профессор, врач-педиатр, инфекционист Лязат Яралиева. Спасибо. Ну, а сейчас реклама на канале Алма-Аты, она будет недолгая, потом мы вновь вернемся в нашу замечательную студию. Ну что ж, пока мы обсуждали по поводу Олегии, да, вот такая животрепищущая такая тема, которая касается всех, тем более весна, весна идет, Олегии. И от этой темы нас отвлечет сейчас Дельнарочка, наша Зейнула, потому что у нее что-то всегда интересненькое, она к нам с новостями. Давайте. Доброе утро, Дельнара. Доброе утро. Как ваши дела? Спасибо. У нас замечательно. Ты прекрасно выглядишь. Все отлично, спасибо большое. Что там с дождиком у нас? Ну, на улице чуть-чуть так капает, мне кажется, скоро перестанет. Отлично. Сегодня я к вам с новостями науки и IT. Давай. У меня к вам такой вопрос, у вас есть бассейн или пруд в частном доме? Ну, или вообще в целом? Что ты не слышала? Бассейн или пруд? А, бассейн или пруд? Да. У меня ванна только. У меня ванна и душ. Ну, вы, в принципе, знаете, да, то, что вода в бассейне, она иногда цветет, что ее нужно чистить, да? Да, если в ванне не цветет вода, слава богу, да. Это было бы удивительно, да, у меня ванна зацвела, блин, а лягушки там не посадили. Ну, все, возможно, кто знает. Ага. Посмешила. Ну, в целом, новый способ победить цветение воды придумали в Австралии. Как раз-таки ученые создали специальную глину, которую можно распылять на воду, и она тем самым поглощает избыток фосфора. А фосфор, в свою очередь, как раз-таки, есть и становится причиной того, что вырастает очень много водорослей. А водоросли как раз-таки мешают жить живым организмам, то есть они получают намного меньше света и кислорода, чем должны. О, вот так уничтожает. Прогресс не стоит на месте. Отлично, дальше что у нас? Следующая новость. Изображения с марсохода помогли сделать ученым новое открытие. То есть до этого ученые считали, что на Красной планете было меньше воды, но, как оказалось, ее было намного больше и дольше. И как раз-таки сделали еще одно открытие. На Марсе были горы высотой 5000 километров. Ты, как Эверест примерно. И как раз-таки эти снимки помогают разглядеть, да, планету в точности, все в деталях. Ты смотри, прям быстро, прям близко-близко, да? А как ты думаешь, мы, может быть, когда-нибудь все-таки на Марс переселимся, там вроде бы все вот прямо... Ну, говорят то, что можно жить, но мне кажется, нет. А мне кажется, да, потому что технологии так быстро. Мне удивительная вообще вещь, да, Динар? Ага. Гуля, вот точно, ну не то, что вы знаете, да, например, люди воевали мечами и копьями многие тысячелетия, скажем, тысячелетия воевали. Пришло вдруг какая-то технология, появились автоматы, оружие, и буквально за 100 лет развитие от какого-то ружья дошло до вообще, не знаю, до лазерного оружия. Время сжимается, и поэтому мне кажется, что в ближайшие 50 лет точно мы на Марс переселимся. Ну, по крайней мере, у кого есть деньги. Но ведь было же открытие, то, что, возможно, в будущем мы будем как раз-таки там жить, но чтобы там жить, нужно будет надевать специальные костюмы. Ну, ничего, оденем. Мне кажется, это очень тяжело, нет? Нет, ну мы с Гули не оденем, потому что у нас нет таких денег, чтобы когда можно... СПФ тебе нужно закупаться уже сейчас копить. СПФ 100. Да, СПФ 100. 250 тоже придумает, я думаю. Давайте к следующей новости. Да. Люди прокалывали свои тела, то есть сделали пирсинги еще в доисторические времена. Такое открытие сделали ученые в Турции. Они как раз-таки нашли археологические раскопки, и возле тел, именно возле головы и лица, лежали каменные украшения. И по их сведениям, скорее всего, эти украшения надевали либо на губы, либо на нос, когда проводили какие-либо обряды. Так я всегда знала, что все новое, это забытое старое. Да, конечно, согласна с вами. А мне кажется, что песни, конечно, были африканские времена вспомнены. У них ноздри подкнутые, уши. Кольцо в нос, да. Высшая награда какой-то страны, от которой отказывался один генсек. А по поводу этого? Так, интересно. А у тебя есть песенка? Есть еще одна новость. Нет? Нет, действительно, не бывает же делать же. В ушах, в ушах. Вот в ушах же делать же. Да, да, да. А ты по что подумал? Давайте перейдем теперь к следующей новости. Поп-поп, покажи. Так, дальше что у нас? Вместе с прочим мусором как раз-таки кенийцы постоянно собирают десятки килограммов пластика. И этот пластик они перерабатывают, а затем после них делают листы специально для морозильных камер. Один стартап, одна маленькая компания, они производят большие и маленькие морозильные камеры для местных и продают их по 700 долларов. И как раз-таки эти морозильные камеры, они работают благодаря солнечному свету. Вообще, молодцы. Я могу сказать на собственном потенциале. Фантастическое. Мы же вот снимали фильм «Бизнес по-казахски в Африке», да? Мы снимали именно в Кении. И что интересно, туда даже когда залетаешь в Кению, в смысле прилетаешь в аэропорт, тебе проявляют чемоданы на предмет, знаешь, чего? Пластика. Полиэтиленовых мешков, у тебя на кольцах одеждах полиэтиленовые мешки, они заставляют выбрасывать все. Запрещено ввозить в государство полиэтиленовые мешки. Как интерес. И поэтому нас предупредили, что мы эти бумажные мешки посылали. Потому что они, кстати, очень бережно относятся к своей природе. Ну это как раз-таки радует. Классно. Вот нам тоже такое надвести. Так, еще что? Ну это были все новости на сегодня. Ой, жалко, что не закончились. Классные новости. Спасибо, Динарочка, тебе. Хорошего эфира вам. Ждем тебя в следующий раз с новостями. Еще увидимся. Спасибо большое. Ну а сейчас? Реклама, друзья. И у нас впереди интереснейшие гости. Не пропустите. Друзья, ну и как обещали наши интересные гости уже на старте. Встречаем фигуристов по танцам на льду. Чемпионка Казахстана, участники и призеры международных соревнований. Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев. Так, Гаухар, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Нет, мне кажется, с самого начала. Да, я думаю, с самого начала. Нет, не с самого начала. Это точно. Вот сейчас нас, что доктор узнает, что танцы на льду, они же не были в олимпийской программе в самом начале. Нет, знаешь что? Я помню, что это же были еще Пахомова. Они же... А разве они не спортивные? Нет, Роднина. Роднина была спортивная, спортивщица, да, а Пахомовы были танцевальными. А, тогда прошу прощения. Я помню, Пахомова и Зайцев, кажется, больше такое, да? Нет, Роднина и Зачков. А, Роднина и Горшков. Пахомова и Горшков. Слушайте, ну давайте вы похвастайтесь, нам же интересно узнать, вот на всю страну, какие призы, какие победы, где, как. Мы в том году стали финалистами Всемирной зимней универсиады, ну и также призеры международных соревнований в Дегиде и Айсю. Вот. Классно, молодцы. Вы знаете, мне вообще интересно, как началась ваша вообще вот, ваша деятельность на этом поплище? Интересно, вы с детства занимаетесь? Конечно, мне кажется, с детства. Когда вас приведите, сейчас принимают детей, трех лет приводят туда, а вы как? Ну, я относительно поздно встала на лед. Это во сколько лет? Десять в одиннадцать лет мне было. Десять в одиннадцать? Вау! Это действительно поздно. Да, обычно сейчас малышню такую еще ходить не умеет, уже на коньки стали. Да, 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 уже. Так. Кто вас привела? Мама привела? Подруга. Это было, я понимаю, в Актау, да? Да. Вы родом оттуда. Да, у меня была лучшая подруга в школе, и она меня привела на лед. Потому что она сама тоже занималась, да, фигурным катанием? Нет, она просто любила кататься. Ага. А она просто боялась падать на льду, и придумала, давайте вы, лучше подруга. Держаться на лед, это лучше подруга. Ну вот, и с этого время. А у тебя что-то сразу, да, произошло, щелкнуло? Ну, я начала кататься просто для себя, потом меня пригласили в группу здоровья, и все, затянулось. И к следующим годам вы получили первый свой спортивный там разряд получили? Первый разряд, ну, я думаю, лет 12-13, это прям третий юношеский, наверное. А кандидат в мастер спорта, наверное, уже с Байсангуром. А Байсангур? С чем нашлось, Ваша? С детства привели, в три года я начал. Вот. Вот, вот, вот. Это уже классика пошла, да? Ну, у меня спортивная семья, и из-за этого меня отдали очень рано. Ну, в три года, и как пингвин, там, топал, ходил. Вот, а потом, вот, так получилось, что это более серьезно все переросло. А вот интересно, как получилось так, что вы стали не спортивной парой, а танцевальной парой? Что вам больше понравилось? Или все-таки это воля тренера вашего, да? Специализация почему-то такая? Нет, на самом деле, танцы на льду, как бы, что мне нравится, то, что я могу там себя. Я могу себя показать именно в танце. Я могу не просто в технической быть какой-то стороне. Ближе к искусству, да, мне кажется? Это больше артистизма, да, больше артистизма, да? Больше артистизма, да. То есть там не просто надо делать какие-то элементы, там надо исполнять их. И вот это вот подкупает очень сильно. А вот интересно, где вы встретились, как вы создали пару эту вообще? Если это не секрет. У танцоров есть... И у парников. И у парников. Есть специальный сайт, где партнеры и партнерши из разных стран, которые там закончили сотрудничество с предыдущими своими партнерами. И там как... Спортивный тиндер, да? Да, спортивный тиндер, мы так называемый. Спортивный сайт знакомств. Тиндер, да. Так. Да, вот интересно. Вот мы вас показываем, кажется, да? Ты гоухард. Да. Какая красота. Так, и вы там познакомились, на этом сайте, стали переписываться, общаться. Его мама мне написала на почту. Вот я только что хотел сказать об этом, потому что я знаю примерно, это приходит мама и говорит, так, кто у вас там есть, какой там парень есть? Он нам не подходит, он плохо катается, да, для другого, правильно? Так же происходит? Да. Частенько, да? Да, я знаю. Вот, она написала мне на почту, сперва я сказала, что нет. Почему? Вот, потому что мне надо было лететь в Россию, а я тогда была в Америке, пробовала с другим мальчиком, вот. И все, у меня не получилось с американцем, потому что мы не подошли. И через пару месяцев я снова написала маме Байсенгура, вот, и мы попробовались уже в Казахстане. Да, ну вот знаешь, Гульнар, это, скажу, вообще фигурное катание, оно же очень дорогое, удовольствие, по идее, да? Да. Вот вы начинали в Актау, потом сразу же уехали в Россию и как-то все-таки в Америку поехали. Я сперва улетела в Алмату. Так, где занимались? Потом с Алматы, вот, с Байсенгуру мы улетели в Россию. И в Россию в основном. Там тренировались вы, да, какое-то время? Да. Ну, вперед ты в Америке была? Да. После Алматы. Ага, точно. Ну, там было пару месяцев. Ну, и все, и потом в Германию, Италию. А почему, с чем связано тем, что вы выехали в Америку, потом в Германию, потом в Италию? Это зависит от того, что какой тренер, то есть вам не понравился тренер, вы уезжаете в Германию, или приглашение какое-то идет у вас? Ну, мы в Москве очень долго сотрудничали с Александром Жулиным. Да, ну, ты известный, прославленный спортсмен. И потом нам надо было переходить, искать другой вариант. Ну, мы закончили сотрудничество. И недолго покатались у Анжелики Крыловой, тоже в Москве. И, собственно, после нее, у нее каталась пара из Германии. Тим Дик и Екатерина Мюллер. Ага. И мы как соперники были, одногруппниками. И после Олимпиады эта пара распалась. И Екатерина уехала в Германию, ну, жить, учиться, тренировать. И вот так получилось, что мы перешли к ней. То есть Екатерина сейчас ваш тренер. И в том сезоне ее пригласили в итальянскую академию. И, собственно, она нас туда потянула. Конечно, да, конечно. Вот. Понятно. А вот, ребят, а вот бывает такое, что как-то я знаю о том, что тренера как бы разделяли, скажем, профессиональный спорт от ледовых шоу. А как вы попали в ледовое шоу и были ли тренеры против этого вашего занятия? Ну, в ледовых шоу мы участвуем не просто для своего удовольствия, а для того, чтобы заработать денег. Я так хотел сказать, что заработать, чтобы вас оскорбить, поэтому промолчал. Вот. И тренеры, наоборот, только за, потому что, ну, нам надо продолжать тренировочный процесс, а за тренировочный процесс надо, естественно, оплачивать. Оплачивать? Да. Да, да, да. Вот. И вы сказали, хватит, хватит нам. Что вы хотите на эту бочку? Мы уже вам платим деньги, сейчас пойдем заработаем, обладим деньги. А можно узнать о каких ледовых шоу? Может быть, об одном? Вот сейчас мы то, что показываем. Расскажите, что это мы видим? Это в этом году в Казахстане было ледовое шоу. В 20 спорта, да? Да. Ага. Нас пригласили туда в качестве не только как спортсменов, но и постановщиков. Вот как! Интересно. Мы ставили Аладдин. Ага. Аладдин, да, мы слышали об этом спектакле, да. Отзывы очень хорошие о нем, да. Ну и также мы, пока жили в России, мы участвовали в шоу Авербуха. У Авербуха, да? Да. Мы долго сотрудничали с ним. И тренера, собственно, поспособствовали, чтобы у нас все равно на ледовых шоу очень большая посещаемость, и ты там можешь немножко так расслабиться и для души катать. И как раз нас в первый раз, когда отправили на шоу, вот именно с целью даже больше не заработать, а именно вот этот опыт. Раскрыться. Чтобы вот этот зажим какой-то. Зажим перед очень много зрителей, да, и вы получаете ощущение, да, свободы какой-то. То есть это как тренировочный процесс своего рода тоже. Отчасти, да. Вообще на ледовый шоу приходит очень много народов. Действительно, я в детстве проходил, я несколько лет назад был, у нас было холодное сердце. Там чуть ли не 10 дней, и прям народ и валит, и валит, и валит. Там большое интересное. Это холодное сердце, а Аладдин это вот от одной компании. А, ну да, понятно, да, интересно. Так, друзья, еще очень много интересных вопросов к нашим ребятам, но это будут сразу ответы после короткой рекламы на телеканале Алматы. Друзья, мы продолжаем общаться с Гаухар Наурызовой и Байсангуром Дативовым, Прекрасными фигуристами, Танцы на льду. Сейчас мы покажем небольшое видео, такой тизер или что-то. Здесь, к сожалению, нет звука, но мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали буквально там, немного рассказали, что это такое, что происходит у нас на экране. Вот Казахстан. Это вы готовитесь к выступлению какому-то, да? Это вот в том году снимали фильм про нас. Вот это, да, это привык из фильма какого-то. Да, фильм уже вышел. И если я правильно понял, его хотят представить на каком-то кинофестивале. Да вы что? Классно. И вот этот фильм будет посвящен казахским фигуристам. И вы одни из героев этого фильма. Да, будет, по-моему, они три серии хотят. Первая серия будет про нас, вторая про нашего одиночника, и третья про одиночницу, если я все правильно понял. Ну, отлично. Они были... Ну, это вот что за выступление, где? Тут разные выступления. Разные, а нарезка, да? Да, документально. Ребят, скажите, пожалуйста, а вот какие-то элементы в фигурном катании, какие-то элементы отличаются от спортивных пар? У вас есть такие элементы, которых нет спортивных? И у вас есть такие элементы, которых бас нет? Ну, у нас отличается набор элементов. Например, у нас в танцах на льду мы прыжки не делаем. Прыжки не делаем. А в пардном катании они делают. Тулупы всякие там. Потом у нас запрещены поддержки... Выше головы. Выше головы. А то есть вы на руках не можете держать? Нельзя, да. Мы можем только на согнутой. Вот пару лет назад это вели. То есть вот эти сальто через голову, там вот как в спортивных... У вас такого нету, да? Нет. А у вас вот только... Да, у нас все должно быть на плечах, где-то на бедрах, может на ногах, в общем. Ну, красиво. А скажите, а какие больше танцы вам нравятся? Там бывает танго, вальс, ча-ча-чао, что-то такое. Ближе, что вам? Мне очень нравился тот сезон, у нас латинские темы были. Латинские темы. И там можно было там поджигать, потанцевать. Мне это нравилось. Тем не менее, вот в танцах на льду какая максимальная скорость? Вы развиваете. Есть такие какие-то фиксации? Или это вопрос такой непонятный? С чего? Хороший вопрос. Шутят, когда этот час. Я не думаю, что у нас есть такой... Такого вот спидометра. У нас больше про спидометра нет. У нас больше про танец, про ребра, про правильные повороты, про позиции, про какое-то взаимоотношение. В общем, у нас больше про танец именно. А вот по поводу диеты, волнующий вопрос. Вы соблюдаете диету? Да, конечно. Вот я знаю, почему так спрашиваю. Потому что у нас когда бывает часто, балерины бывают, да? Они говорят, вот вы соблюдаете? Они говорят, нет, потому что они очень тратят огромное количество сил. Они едят нормально, но при этом они худенькие остаются такие, да, субтильные. А вот как вы? Я не скажу, что прям диета диетой. Естественно, я не объедаюсь каждый день. Но в течение сезона, когда прям максимальные тренировки, я ем больше, но я худею. Но при этом я стараюсь не есть всякое. А как, интересно, проходит ваш день спортивный, так скажем? Ну вот в Италии у нас, например, подъем в 5 утра. В 6 мы можем уже начать ледовую тренировку. Ну в 6-6.20. А перед этим надо размяться, потому что в 6.20 уже просят, чтобы ты на 200% выдавал там перформанс какой-то свой. Вот, и с 6 до... Мы относительно рано в Италии заканчиваем. В 5... В 4-5 вечера, да. В 4-5 вечера у нас вот заканчивается день. А с 6.20 утра до 4-5 вы катаетесь, вы тренируетесь? Нет, есть сухие тренировки. А, но все равно, это все... Ну все время в ледовом дворце, да. В ледовом дворце. Перерыв на обед-то есть? Да. Есть же у вас сухая-то там, холлиография есть же, правильно? Да, холлиография уже. Как бы, Сангур, мне интересно, а вы уроженец какой-то республики? И потом что делаете? Во сколько спать ложитесь? Ой, мы очень рано. Вот, вот я и думаю. Дисциплина. Дисциплина. Вообще аскетичный образ жизни, конечно. Ради побед стоит и пожертвовать. Вы уроженец какой страны, республики? Я родился в городе Киров, Россия. В 11 лет меня отправили в Москву для совершенствования... А в Кирове фигурных катаний не было так развито, да, вообще? Из Кирова очень много известных, наверное. Хороших представителей. Хороших представителей, да? Оксана Домнина. Уроженка города Киров. Да, замечательно. Бронзовая призерка Олимпийских игр. Это супруга Кастамарова. Да, абсолютно верно. И менее известных тоже очень много, которые от чего-то добились. Не таких, конечно, высот. Так что Киров это такая... Ты говорила, что у тебя родители... Спортивная семья. Каким спортом твои родители занимались? Папа у меня занимался борьбой. Я сейчас скажу. Я сейчас сижу так и думаю... Если чеченец, значит борьба должна быть. Точно? Я сейчас скажу, борьба. Папа занимался борьбой, а мама художественной гимнастикой. О, какая пара! А у Гаукар сильнее спортивной? Нет. Они в основном в школе. Значит, ты первая спортсменка. Папа занимался бизнесом, а мама занималась... Еще такой вопрос. К какому вы готовитесь сейчас соревнованию? Можно узнать коротко так? Мы сейчас не готовимся. У нас закончился сезон. Все у нас в межсезонье. Мы пока что в Казахстане. Но по плану мы должны летом уехать на подготовку к следующему сезону. Понятно. Слушайте, ну вот вы же уже восьмой год вместе. Вы чисто спортивная пара. Тут мы интересовались. Ну, бывает же и такие истории, да? Да, конечно. У вас есть половинки? Нет. Вы еще не женаты? Молодцы. Все настроено на спорт. Молодцы. Но вы прекрасно же друг друга знаете? Да. Мы сейчас хотим узнать, насколько вы друг друга знаете. Это будет шутка. Друг на друга не смотрим. Смотрим вперед, чтобы не видеть. И пальцем вы можете показывать, кто это из вас. Кто из вас самый веселый? Кто из вас больше всего любит вечеринки, если они бывают таковые? Кто из вас чаще всего ругается крепким словом? Ну, так. А кто скорее из вас первый полезет в драку, блин, за правду, может? Ага. Так. Кто из вас постоянно делает селфи? Кто из вас главный, ну, самый влюбчивый, может быть? Ну, я не знаю, во все. Влюбчивый. Ага. А кто из вас больше ест? Вопрос о диете. Вообще, ребята, удивительно едино... Да, погоди, погоди, сейчас еще пару вопросов. Кто из вас может потратить все деньги, ну, на всякую ерунду? Вот это да. Это вообще интересно. Кто из вас больше любит поспать? Кто из вас всегда тормозит тренировки? А-а-а, вот! Из всех вопросов только дно. Это впервые мы видим такое единодушное понимание друг к другу. И только на одно вопрос. Ребята, мы иногда вот с Гульнадой ведем всевозможные тои. Бывают свадьбы, да? Там бывают тоже опросы жениха и невесты, да, насколько они друга знают. У них такого нет, как у вас. В разнобой все. Да, у вас прям 99 процентов, ты знаешь. Ну, вы настоящая, действительно, спортивная пара. Друзья, успехов вам, удачи и побед. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами в это утро. Друзья мои, вот наша программа подошла к концу. Но завтра здесь же, на этом месте, в это же время мы с вами. Пока! Пока-пока! Пока-пока! Спасибо! До завтра Прощай, любовь, не говори Субтитры подогнал «Симон»